Молодая кошка по кличке Симона, как и все коты, очень любит играть. Правда, ее можно назвать необычной. Не только потому, что она уживается с другим котом. Просто у нее травма таза и она носит подгузник. Это обстоятельство не мешает Симе жить полноценной жизнью. У Анны Шевчук, хозяйки четвероногой и любимицы, она появилась весьма неожиданно. Объявление о том, что животное ищет добрые руки, увидела в социальной сети. У кошки были атрофированы мышцы. Лечения результатов не принесло. Я просто поняла, что не могу ее там оставить. Решила, что мы попробуем полечиться дома, возможно, найти и других хозяев. Лечились дома еще около месяца. Не получилось. Но за это время я поняла, что, в общем-то, не важно, болеет животное, здоровое. Если я могу для нее что-то сделать, я это сделать должна и на улицу, естественно, я выкинуть ее не могу. Она меня учит терпению, состраданию. И то, что казалось вначале тяжелым, теперь это просто ежедневные какие-то действия, которые не вызывают уже ни раздражения, ни сложности. Сложности у нас в голове. Кошка Симона живет в семье Анны Шевчук уже год. Своей, казалось бы, ущербности она не чувствует. Кошка терпеливо ждет, когда ей сменят подгузник. Едва ли питомица выжила бы, если бы не доброта, приютивший ее Анны. По своей натуре охотник по кличке Рысик также мог бы, например, погибнуть под кальвосами машины, если бы на прогулке не оказалась школьница Аня со своей мамой. Мы пошли за дом и увидели кота. Мы его погладили и пошли дальше. А он побежал с нами до подъезда. Ну, так он дошел. Потом мы его решили взять на руки, но он забоялся и под машину залез. И потом мы его доставали полночи и, наконец, достали, принесли домой, покормили, помыли и положили спать. Так Рысик стал четвертым членом семьи Голуб. Он здоров и воспитан своим хозяевам. К слову, он принес призовое место на городском конкурсе кошек. Его проводило накануне благотворительное общество «Защита животных». Особенность его в том, что заявки могли подавать только те участники, которые ранее дали крышу над головой бездомным животным. Нам очень хотелось посмотреть, какими же они стали, какими выросли, красивыми, здоровыми, любимыми. Поэтому и решили организовать такой конкурс. Порадовало то, что участвовали также дети. Для нас это было особенно значимо. Подрастающее поколение, которое, надеюсь, станет скоро с нами помогать бездомышим. Хотелось донести этим конкурсам такую идею, что вот то животное, которое сегодня сидит на остановке, завтра может стать таким же любимым, красивым домашним животным, которое, допустим, участвовали в наших конкурсах. Поэтому призываем не бояться, брать животных с улицы. Я думаю, что они самые будут благодарны, и вы обязательно будете ими гордиться. Всего в конкурсе, а его проводили в первый раз, поучаствовало 18 человек. Это мероприятие в планах организаторов не будет единственным. Аналогичный конкурс только уже среди собак пройдет летом.